Совсем рядом с определением пространствами он находится понятие областей видимости. Области видимости — это такие текстовые фрагменты вашей программы, в которых локальные namespace, которые вы создаете, доступны напрямую. На данном примере, например, областью видимости функции B будет тело функции B. Мы назовем ее B-scope. Scope — это и есть наша область видимости. Собственно, тело нашей функции A, вот оно такое короткое. Это у нас будет область видимости функции A. И у нас также есть глобальная область видимости — это global scope. Прежде всего, важно понимать, что области видимости статичны. Они зависят лишь от кода, который вы написали, и никак не зависят от самого исполнения. Однако в процессе исполнения нашего кода областям видимости соответствуют локальные namespace, которые мы создаем при вызове функций. Допустим, глобальному scope соответствует глобальный namespace, как ни удивительно. А область видимости нашей функции B будет соответствовать локальной namespace функции B, когда мы ее вызовем. А область видимости функции A будет соответствовать локальной namespace функции A, когда мы ее вызовем. Таким образом, мы можем покрыть весь наш код областями видимостями, одни из которых будут включать в себя другие, и такое покрытие никак не будет зависеть от самого исполнения нашего кода. То есть, посмотрев на наш код, мы можем точно понять, что у нас есть global scope. Он включает в себя B scope, который включает в себя A scope. Однако, когда мы находимся в процессе исполнения кода, например, какой-нибудь функции X, мы всегда можем разбить все scope на 4 категории. Первая категория — это локальный scope, который, по сути, есть локальный namespace функции X. Вторая группа scope — это так называющие закрывающие scope, или те scope, в которых мы находимся до глобального scope. Третий, собственно, scope — это глобальный scope. И четвертый scope — это scope, который соответствует namespace built-ins. Таким образом, для поиска переменной внутри какой-либо функции верно правило LEGN, то есть Local Enclosing Global Built-ins. Сначала мы будем искать в локальном scope, затем мы будем искать в закрывающих scope. Затем мы пойдем поищем в глобальном scope, а затем мы поищем наше имя в built-ins. Важно понимать, что поиск какого-либо имени и объекта, который ей соответствует, мы будем делать в namespace, которые соответствуют данным scope, а не в самих scope, потому что scope — это всего лишь какой-то кусок кода. Таким образом, в нашем коде, когда интерпретатор захочет исполнить строку printx внутри вызова функции A, которая находится внутри вызова функции B вот здесь, то произойдет следующее. Сначала он возьмет имя print, попытается найти, где находится имя print, посмотрит ва скопе его нет, в б-скопе, который является единственным Enclosing Scope, его тоже нет, в глобал его тоже нет, и он найдет его в built-ins. И затем то же самое он проделает для x. Он пытается понять, что же такое имя x, он посмотрит в локальном scope вызова функции A, там его не найдет, но найдет в scope функции B. Вы можете заметить, что порядок обхода namespace для поиска имени print и поиска имени x в данном примере абсолютно эквивалентен обходу локальных namespace функций, которые лежат на стеке в данный момент. Однако очень важно понимать, что это не всегда так. Давайте рассмотрим следующий пример. Внутри нашего scope global у нас сопернили две функции A и B, поэтому их scope находится внутри нашего scope global. Тогда, когда мы вызовем вызов функции B и внутри тела функции B, у нас интерпретатор где-то вызов функции A, и мы начнем исполнять функцию A, вот мы дойдем до конструкции print x. Мы начнем искать имя print. Мы сначала посмотрим внутри namespace, который ассоциирован со scope функция A, то есть локальным namespace функция A, там не найдет. Затем пойдем в глобальный namespace, там его тоже не найдем. И затем мы пойдем в namespace built-in, где мы найдем функцию print. И мы пойдем по такому же пути, когда попробуем найти имя x. Внутри функции A у нас не объявлено имя x, поэтому мы пойдем в global. В global также не объявлено никакое имя x, поэтому мы пойдем в built-ins. И в built-ins мы имени x не найдем. Поэтому наш вызов функции B вернет name error, несмотря на то, что внутри функции B мы объявили имя x. Если мы будем рассматривать прошлый пример, то у нас все было окей, потому что функцию A мы определили внутри функции B. Таким образом, scope функции A оказывался внутри scope функции B, и поэтому, когда мы шли из A до built-ins, мы заходили в scope функции B. Однако, если мы в глобальном namespace бы объявили переменную x, равную, например, 11, и затем бы вызвали функцию B, то мы бы все-таки нашли ее, когда пытались найти имя x внутри функции A. То есть мы бы сначала заглянули в namespace, который соответствует локальному scope функции A, там бы и не нашли, затем пошли бы в локальный namespace, нашли там имя 11 и вывели бы его на экран. Несмотря на то, что внутри функции B x равен 31. Однако, пожалуй, самым правильным решением таких проблем является, конечно же, объявление аргументов у функции. Чтобы не париться по поводу того, из какого namespace мы что будем доставать, проще всего было объявить аргумент x у функции A и его выводить на экран, а затем, когда нам вот здесь приспичит напечатать сообщение 31, передать x явно аргументом. Таким образом, в языке Python поиск перемен осуществляется по пространству имен, которые связаны с соответствующим им областям видимости. Области видимости мы перебираем в следующем порядке. Сначала мы, конечно же, перебираем локальную область видимости, которая соответствует локальной namespace. Затем enclosing, или, так сказать, закрывающие или включающие нас области видимости, которым соответствуют также namespace тех функций, которые мы создали в момент вызова. Затем мы перебираем глобальный namespace, затем мы перебираем namespace built-ins. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...